Ровно год назад первенство России по длинным метаниям принесло воспитанникам нашей спортивной школы две медали. В этот раз призеров четверо. Три победителя и один бронзовый медалист. Согласитесь, прогресс налицо. У нас были исконно традиции в этом виде, просто немножко мы подзабыли это все. Но сейчас начинаем новое поколение ребят пришло, которое потихоньку растет. И я надеюсь, что оно дорастет не только до первенства, но и чемпионами будут. России во взрослых возрастах. В принципе, да, это прогресс. Если для Вадима Рыбкина эта победа уже вторая подряд, то для остальных ребят попадание в призы стало дебютным. Наталья Волкова и Оксана Владимирова, хоть и тренируются бок о бок, на турнире, как и положено, оказались в качестве соперниц. Здесь каждый сам за себя, но в итоге наши спортсменки метнули молот так, что оказались рядышком друг с другом на пьедестале почета. Наталья первая, Оксана третья. Разделили их всего 2,5 метра и легкоатлетка из Санкт-Петербурга. А позади себя они оставили порядка двух десятков спортсменок. У меня была попытка, я метал 58-30. Следующая метает моя соперница, она метал 58-32. У меня 2 сантиметра по секунду, и у меня метал на 60 метров. Я ожидала, хотя бы просто призовое место, потому что первое не ожидал сама. Вот для Оксаны бронзовая медаль оказалась немного с горчинкой, все-таки хотела показать свой лучший результат, но не получилось. Травма спины, по признанию девушки, помешала это сделать. Это очень волнительно, это самый главный старт сезона. Самый главный. 58 метров это не тот уровень, на который я готова. Еще одним спортивным прорывом можно назвать результат, показанный на первенстве Олегом Клыковым. По сравнению с прошлым годом его показатель был улучшен почти на 10 метров, что сразу же переместило его с пятой на первую строчку итогового протокола. Просто в связи с проделами работает, как бы и неудивительно. Просто занимались каждый день, отдавались полностью тренировке. Уже давно ни для кого не секрет, что метание наряду с прыжками с шестом – один из коронных видов спортивно-легкоатлетической школы. Поэтому на сегодняшний день нет ничего удивительного в том, что наши ребята находятся в числе победителей на крупных всероссийских турнирах. На следующий год будет маленько сложновато, потому что ребята уже переходят в более возрастную группу, там уже соперники сильнее, но мы будем стараться и надеяться, что в следующем году тоже у нас будут и призеры, и чемпионы Перинских. Что касается этого первенства, то нельзя не отметить победу Московской области в общекомандном зачете. Вряд ли бы нашему региону удалось оказаться первым в этом рейтинге, если бы не успехи клинских легкоатлетов.